Подготовка к Зорнице – это командная работа, считают ученики 20-й школы. Ребята уже прошли этап стрельбы, сейчас дают физическую подготовку. Бег на короткую длину дистанции, отжимания, подтягивания, метания гранаты. На другой площадке в бассейне «Дельфин» состязаются в плавании на дистанции 50 метров. В том, что достойно пройдут все испытания, ребята уверены. В подготовке участвовали многие педагоги, так как педагог-организатор ОБЖ, учитель истории, она же заместитель директора, социальный педагог, соответственно. И принимал участие педагог-организатор Порошин Евгений Михайлович. Основную часть подготовки он взял на себя, этой вечерней подготовке. Огромное спасибо ребятам, потому что отдаются, хотят. На муниципальный этап соревнований заявили семь команд из школ города в четырех возрастных категориях. Впереди их ждут еще два дня состязаний. Один из самых сложных и интересных – второй. Ребятам предстоит пройти тактическую игру на местности. Проведут ее на лыжной базе. Участникам подготовили несколько этапов. Минное заграждение, радиационно-химическая зараженность местности, атака переднего края противника. И на третий день комиссия будет выезжать непосредственно в школу из-за ковидных ограничений и принимать зачеты по строевой подготовке, дисциплины равнений на знамена, сборка-разборка автомата Калашникова, одевание общего искового защитного костюма и написание, тестирование по историческому викторине. Победители состязания представят наш город на областном этапе соревнований. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.